Здравствуйте, дорогие зрители! Моя внимательная зрительница Алла обратила внимание на фон, на картину, которая за мной, восхитилась и задала мне вопрос о моей коллекции. И я думаю, что это очень хороший вопрос и заслуживает внимания разговор на эту тему. Сразу хочу сказать, что для меня это возможность, конечно, осознать, осмыслить вообще вот мое такое вот, мое хобби, мое хобби. Но это даже не хобби, и я не считаю себя коллекционером, честно вам скажу, потому что все-таки страсть к коллекционированию это форма зависимости. У меня такой зависимости нет, вообще никаких зависимостей нет. А я знаю действительно очень крупных коллекционеров мирового уровня, я был в гостях у них и видел шедевры мировые, и археологию, и там живопись, и там чуть ли не всех времен и народов. Вот это коллекционеры, это особая каста людей, скажем так, особенные люди, коллекционеры, и там, конечно, не обходятся без зависимости. И вот эти, допустим, барахольщики, да, которые на облашиных рынках, вот эти вот облашиные рынки продают там всякие, всякую ерунду, вот это тоже такая, такой извод, извод коллекционера. Но просто они собирают то, что ничего не стоит. Есть люди с точно такой же зависимостью, но собирающие шедевры. Итак, я не считаю себя коллекционером, и моя коллекция, она пополняется, собиралась очень спонтанно, случайно, я бы сказал. Но с другой стороны, ничего случайного нет, как мы знаем, и подобное притягивает подобное. Но вот сейчас у меня есть возможность, благодаря вопросу зрительницы нашей, осознать, по каким же критериям, принципам формируется, формировалась моя коллекция. И она, конечно, носила вот это вот собирательство, спорадический характер, но тем не менее, это все очень интересно. Интересно. Сейчас я попробую проанализировать. Значит, то, что я сегодня не покажу, то, что у меня вот сейчас нет под рукой, это рисунки, скажем так, интеллектуальный рисунок, интеллектуальный рисунок. Таких вещей я не видел практически нигде, может быть, за исключением каких-то крупных музеев, но я не помню уже, честно говоря, и выставок каких-то. Но я, ну что-то вот я не помню, где я мог это видеть. То есть, интеллектуальный рисунок, такой головоломный рисунок, это, я бы сказал, такой парадокс в графике. То есть, графические парадоксы, графические антиномии, графические противоречия. И вот у меня есть такие рисунки. Это головоломки. И они очень полезны для развития интеллекта. Я их вам сегодня не покажу, потому что их у меня здесь нет. Их нужно еще сюда привезти, доставить. Вот, это первое. Второе, это карикатуры. Я очень люблю карикатуры. Почему-то вот такое сатирическое начало. Нас так воспитывали. Я думаю, что муза пламенной сатиры, высмеивания. Карикатура была очень мощным оружием пропаганды. Советской в том числе. В общем, мы, карикатура ценилась. И у меня есть очень хорошие образцы карикатуры. Карикатуры, но и политической, и социальной, и семейной. Карикатуры на отношения между мужчиной и женщиной. Особенно. Такие вещи есть у меня. Я ничего подобного не видел давно уже, где-то в общественном пространстве. Видимо, как-то это вот уходит, куда-то уходит. Вообще, интеллектуализм уходит. Сейчас вот дебилизм занимает позиции. Первый дебилизм. И вот когда банан на стенке, приклеенный скотчем, вот об этом говорят. О действительно интересных каких-то творческих вещах не говорят. Вот дебилизм, он на первый план вышел. Он вышел везде. В политике дебилизм. Масс-медиа это образец дебилизма. И кажется, что они просто соревнуются, да. Кто дебильнее, тоже такое может быть. Кто ниже дна еще опустится. Вот. Но мы говорим о других вещах. Вот интеллектуализм. Это первый критерий. Интеллектуализм. Мне очень нравится. У меня есть такие образцы. Но я вам их сегодня не покажу. Смотрите на меня. Слушайте. Может быть в следующий раз. Второе это. Второе это оригинальность. Вот. У меня есть графические работы. Иллюстрации. Книги. Они очень оригинальные. Там хорошая техника. Интересные ходы. Очень все сделано. Тонко. Выписано. Там виден огромнейший труд. То есть оригинальность и труд. Художника. Мастерство. И конечно же. Конечно же. Третье. Третье. Это тема любви. Эроса. Эрос. Любовь. Вот вы видите картину за мной. Да. И это вот жизнеутверждающее начало. Любовь. Любовь. Эротическая тема. Любовь. Мужчины и женщины. Как венец любви. И тема любви. И с одной стороны это противоречивое чувство. Парадоксальное тоже чувство. Когда двое. Что такое любовь. Пересечение. Пересечение. Фантазии и реальности. Мы придумываем себе человека. При этом. Которого мы любим. Потому что тот человек которого мы любим. Это для нас идеал. Вот почему люди не могут полюбить. Потому что. Утрачены идеалы все. Перед собой видят только. Ну тушку. Кусок мяса. Вот. Поэтому нет любви. Есть пользование. Пользовательское такое. Как к средству отношения. Вот. А любви нет. Поэтому. Любовь это идеализация. Реальности. И конечно. Эта идеализация. Рано или поздно. Рушится. Погибает. И человек испытывает боль. Поэтому любить больно. Любить больно. И никто не хочет страдать. Поэтому. Никто не хочет влюбляться. И так далее. Вот. Потому что. У всего есть начало и конец. Как правило. Формируется привычка. И. Потом очень сложно рвать эти связи. Да. Сначала это ниточки. Потом это уже канаты. Которые связывают людей. И вот это очень трудно рвать. Больно. Вот. Тем не менее. Любовь. Без любви. Невозможно жить. И. Человек в ожидании любви находится. И вот это. И вот эти все вещи. Они. Мне очень нравятся. Там где. Манифестируется. Вот это жизненное начало. Да. Начало любви. Начало эроса. Жизнеутверждения. И. Конечно. Для мужчины. Это. Женщина. Воплощение вот этих всех фантазий. Желаний. Любви. Женщина-муза. Женщина. Как целый космос. Но если. В ней уже есть какое-то содержание. Конечно. Потому что. Любовь это для зрелых людей. Для незрелых. Незрелые люди ничего не испытают. К сожалению. Этот акт соития. Койтус. Да. Ничего не даст. В плане эстетики. В плане эстетических переживаний. Эмоциональных. Глубоких. Переживаний. Вот этой наполненности. Ничего не получится. Только зрелые люди. Там. После 30. Может быть. Может быть. 35-40 лет. Вот. Могут этого достичь. Когда они уже наполнены. Но для этого надо быть умными людьми. Нужно быть интеллектуально развитыми. Эмоционально развитыми. Нужно уметь чувствовать. И так далее. Вот. Ну, в общем. Мне это все нравится. Эрос. Женское начало. И вот я еще вам покажу несколько рисуночков. Да. И. Наконец. Наконец. Ну да. Сразу покажу. Давайте. Вот такой рисуночек. Вот она. На грани где-то плаката, карикатуры. Вот. Вот она женщина. Влюбленная бежит к своему возлюбленному. И хочет его заключить в свои объятия. Или вот еще такая работа. Такая работа замечательная тоже. Она сидит и вся в предвкушении любви. Она готова. Она готова. Она открыта. Искренне. Созрела. И самое главное, что картины за всем за этим, за всеми за этими работами личность художника. Вот. Немаловажно. Для меня немаловажна личность художника. Личность художника. И. Поэтому, кстати говоря, я и свои работы сохраняю. Вот я такую картину написал. По мотивам. Видите, здесь. Женщина. Под зонтиком. Какое-то существо. Маленькое. Ушастая. С чемоданчиком. Может это ядерный чемоданчик. Вот. Вот. И вот она идет. Они идут вдвоем в неизвестность. Но там в свет все-таки. Свет. И что-то удивительное, магическое, волшебное их ждет. Вот. Некое существо такое таинственное. Какой-то дух. И вот они идут туда в неизвестное, светлое будущее. И, ну что, может быть, это вот маленький такой мужчина по сравнению с женщиной. Да, вот это женское начало. И женщина, она ведет. Она лидер. А он рядом с ней. И вот маленький такой, но веселый и счастливый. Вот такая пара. Такая пара. Очень странная. Можно размышлять, думать даже над такой картиной. Еще одна работа, которую я хочу вам показать и рассказать о ней немножко из моей коллекции. Это работа ленинградского художника Александра Морева. Она была написана в 78-м году, незадолго до его смерти. Трагической смерти. Александр Морев покончил жизнь самоубийством, сбросившись в строительную шахту. И эта работа сделана на табурете. На табуретке. Вот ее задняя сторона. Такая, можно сказать, абстракция. И вот здесь храм. Ну здесь он, конечно, такой примитивист, но что в этом есть? В этом есть свет, огромный свет. Мы видим, что тут в картине очень много света и пространства. Голубое небо. В общем, краски очень такие светлые. Я светлые. Тут умиротворение есть какое-то, спокойствие. Видимо, он написал эту работу, когда он был очень спокоен, умиротворен. Перед тем, как совершить самоубийство. Чем? Ну, может быть, у этой работы нет особой эстетической ценности. Но, есть ценность художника. Человеческая ценность есть. Александр Морев. Вот сейчас вы поймете, почему. Почему. Александр Морев родился 3 января 1934 года в Ленинграде. Он работал графиком-оформителем в ленинградских журналах и издательствах. Главным образом в журнале Нева. Выставлялся с авангардными художниками в кратковременных групповых экспозициях в клубе завода имени Козицкого. По замечанию Савицкого принадлежал к так называемой произносительной поэзии 1960-х годов. Он был поэтом. И вот интересный факт. 17 февраля 1960 года выступил на заседании элит-объединения Нарвская застава в Ленинградском доме культуры имени Горького. Вызвав возмущение Александра Прокофьева. Кто такой Александр Прокофьев? Александр Прокофьев русский советский поэт и журналист, военный корреспондент, общественный деятель, герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Сталинской премии второй степени, старший брат видного советского и партийного работника Прокофьева. Что писали о Прокофьеве поэты? Значит, вот Евгений Евтушенко из антологии «Десять веков русской поэзии». С поздних фотографий Александра Прокофьева с подозрительной номенклатурной надутостью глядит человек, явно вышедший из низов по типажу, необратимо похожий на секретарей райкомов хрущевского времени, порой совпадающих с самим Хрущевым в грубости, но не способных на его непредсказуемые порывы, диктуемые муками совести. На встрече советских писателей с Хрущевым поэт Смирнов сказал «Вы знаете, Никита Сергеевич, мы были сейчас в Италии, многие принимали Прокофьева Александра Андреевича за вас». Вот по воспоминаниям Даниила Гранина, Хрущев посмотрел на Прокофьева, как на свой шарш, на карикатуру. Прокофьев того же роста, с такой же грубой физиономией, толстый, мордатый, нос приплюснут. Вот, посмотрел Хрущев на эту карикатуру, нахмурился и отошел, ничего не сказав. Вот такой человек вызвал возмущение. У такого человека вызвал возмущение Александр Морев. И вот мы здесь видим с вами вообще конфликт, конфликт творческой личности, очень тонко чувствующий эпоху людей, тонко переживающий то, что происходит, и вот эту грубость нравов, быть может, да. И не способный долго адаптироваться к этой жизни. Вот к таким нравам, к такой эпохе, к таким окружающим его людям. И кончающей жизнь самоубийством. Вот, мне сказали, что после Александра Морева осталось очень мало работ художественных, очень мало картин. Вот, я точно не знаю сколько, но вот одна у меня есть. И как раз вот это ведь об эпохе тоже, что были мечтатели, были светлые личности, создававшие другой мир. Мир очень светлый, как мы видим. Как мы видим вот этот храм, да, природа, храм, духовность, тонкость чувств. ни одного человека, то есть, кроме, кроме художника, да, художник пишет, и он это все видит, он, как бы, остается за кадром. За кадром остается, но он есть. И вот он наедине, как бы, с Богом, да, наедине с природой, с Богом. Я думаю, что возрождение религии, вот, как раз оно и было связано с тем, что такие тонкие чувства, они, в общем-то, подавлялись, и людям с тонкой душевной организацией очень было сложно, поэтому выжить, выжить именно духовно. И сейчас тоже люди выживают духовно, но, по крайней мере, степеней свободы больше. И сейчас скончают жизнь самоубийством. Дети жить не хотят. Вот это душа ребенка. На самом деле, у творческих людей душа ребенка, потому что, как мы знаем, душа, то есть, внутренний ребенок наш, да, он отвечает за творческое начало, за творчество. И вот такие люди, они, конечно, иронимые, и очень сложно им удар держать, и выдерживать вот этот прессинг грубости, дебилизма, такой вот навязчивости какой-то, да, и непонимания, непонимания их души. Вот мы говорим, что человек социальное существо, но он может перерасти в социум, и не найти в социуме поддержки. Не найти. Но она есть все равно, надо искать, конечно. Ну вот, Александр Морев не нашел, и, будучи одиноким, он, вот, наверняка, конечно, там были, была и зависимость какая-то, может быть, вот, но, вот такой факт, да. Так что, и вот еще одна, еще одна работа, я покажу, я ее уже показывал, это художник Виноградов, Виноградов. Я считаю, что это наш Рембрандт, Рембрандт. Это работа какого года? Сейчас я посмотрю, написано или нет. Это тоже 70-х годов, тоже 70-х годов работа, и вот здесь автограф, и сзади, и сзади картина, и вот, я покажу сзади, и здесь тоже спереди есть автограф Виноградова. Такой эскиз к портрету, вот, и надпись только не забудь, только не забудь. Кто эту, кто эту надпись сделал? Возлюбленная этого художника или сам художник, мы не знаем, но, и что, о чем, о чем она, только не забудь, мы тоже не знаем, да, но можем догадываться, и, скорее всего, это была какая-то романтическая история, потому что, вот видите, женщина обнажилась, это молодая женщина, очень такая привлекательная, сексуальная, смелая, вот, отношения художника и музы, музы. О Виноградове мы знаем, что он был довольно-таки талантливым человеком, у меня еще есть его несколько работ, одна такая соцреалистическая работа, сейчас одну секундочку, сейчас одну секунду, полюбуйтесь пока картиной, так, итак, одна работа соцреалистическая у него, в моей коллекции она есть, и, может быть, я как-нибудь покажу тоже эту работу, тоже о любви, но там уже трое, там уже трое, и одна пара, и вот одна девушка, которая любит, но которая отвергнута и грустит, грустит, и все это на мосту происходит, вот, прекрасная работа, ну, и есть еще одна скульптура, значит, вот как интересно, и о Виноградове мы знаем, что он был талантливым человеком, закончил академию, но как-то его покритиковали на худсовете, и это подорвало его самооценку, он начал пить, и очень быстро, очень быстро он сгорел, и рано ушел из жизни, тоже. Сейчас, по-моему, времена менее жестокие, и люди стали относиться более чутко друг к другу, понимая, что слово можно убить, и вот я знаю, что поэты, которые выступают, например, поэты со своими стихами выступают, они уже им, их уже стараются члены жюри не критиковать, все-таки люди умнеют как-то, умнеют, и понимают, что такое психология, как может отозваться слово, и вот когда Пушкин говорил о том, что нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, но, видимо, он не был психологом, Пушкин таким уж глубоким, и вот, так что дано предугадать, дано, и мы знаем, как слово отзывается, слово можно исцелить, слово можно покалечить, ранить, убить, и слово можно воскресить, вот, что мы, что я и делаю, воскрешаю, исцеляю словом на своих консультациях и в своих видеороликах, ну, вот это такой был краткий обзор работ, у меня их больше, конечно, ну, вот, да, и еще один, то есть, личностный критерий, это очень важно, художественный критерий и личностный, и еще один критерий, это энергия, энергия, есть у меня несколько работ, они наполнены энергией, просто, космической энергией, вот на них смотришь и наполняешься этими энергиями, вибрациями, вот в них заложена энергетика очень сильная, мощная, вот мне еще такие нравятся работы, вот такие критерии, по которым я собираю коллекцию, коллекцию, ну, она вот сама, как бы, собирается, да, самопроизвольно, вот мне это очень нравится, самопроизвольность, когда нет диктата воли человека, да, нет его каких-то усилий больших, а все происходит легко, красиво, свободно, и вот моя коллекция, как раз это о том, что происходит легко, красиво, свободно, поэтому она такая вот разная, странная, удивительная, прекрасная, и вот надеюсь, что у меня будет когда-нибудь возможность построить дом, и там эту всю коллекцию разместить, и сделать свой вот такой музей частный, частную, частную галерею, вот, думаю, что сейчас, вот, сегодня 24 мая 2021 года, вот, я сказал о своем желании построить дом, большой дом, замок, где разместится коллекция моя, которая собирается, формируется на еще в стадии формирования, но уже много чего есть, уже много можно показывать, рассказывать, но я думаю, что будет пополняться еще, и вот я смогу создать такой музей, оставить после себя такую коллекцию, на которую можно смотреть, любоваться, и задумываться, и радоваться жизни, радоваться жизни, задумываться, и развиваться, особенно, конечно, вот эти парадоксальные рисунки, это очень, очень круто, очень круто, ничего подобного нигде нет, ну, может быть, где-то есть, но я не видел, ничего подобного, вот, спасибо вам огромное за внимание, пишите, пишите, задавайте ваши вопросы, и комментируйте, напоминаю, что для наших спонсоров, спонсоров нашего видеоканала, есть отдельный видеоканал, оригинал ТВ для спонсоров, там уже более 150 роликов на тему психологии, психотерапии, философии, интервью с замечательными людьми, тоже доступны спонсорам, эксклюзивные интервью, это бонусы, за то, что вы поддерживаете наш канал, его развитие, чтобы мы сделали еще больше, еще лучше, еще круче, еще интереснее, все было, и спасибо тем, кто делает донаты, донаты, даже вот небольшие суммы, как Илья, допустим, который перечисляет по 10 рублей, это тоже, тоже ценно и важно, ценно, потому что вы как бы уделяете внимание, вы совершаете поступок, добрый поступок, хороший поступок, вот это самое главное, поступки, совершать поступки, а поступки, это что, это активная жизненная позиция, всегда, вот, это вас самих мотивирует жить, стимулирует вашу активность, и ваша, и вы выражаете свое отношение, то есть, вы не пассивны, вы не пассивны, а вы активны, то есть, вы, по сути, становитесь самой жизнью, жизнь, она активна, и когда мы активны, мы и есть, мы и воплощаем эту жизнь, вот, и вот эти потоки, и поток жизни, поток жизни, поток это движение, всегда, там, где нет движения, там, болот, что будем в потоке, будем творческими людьми, и вот этим видео я еще хотел вас поощрить всех наших зрителей замечательных заниматься творчеством, саморазвитием, саморазвитием, творчеством, писать книги, писать стихи, писать картины, писать песни, музыку, писать письма, вот, вы можете написать мне письма, вот, спасибо тем, кто пишет, очень приятно получать от вас письма, видеть, как вы прекрасно самовыражаетесь, письменно я всем отвечаю, и вы можете мне написать на e-mail, я есть вконтакте, на фейсбуке, пишите, я всем отвечаю, всем отвечу, вот, и показывайте себя, мы приходим в этот мир, чтобы, чтобы заниматься самопрезентацией, самопрезентацией, сейчас это просто сделать, сейчас не нужно, вот, раньше, видите, как человеку сложно было, да, был, вот, как Александр Морев, например, вот, были журналы, и все, больше ты нигде не напечатаешься, тебя никто не увидит, не услышит, только в журналах, или были, было телевидение, и кто туда мог попасть, вот, требовались сверхусилия, чтобы попасть на телевидение, да, барьеров было очень много, сейчас барьеров нет, сейчас есть интернет, это действительно великое достижение, когда каждый может показывать себя, презентовать себя, да, в интернете, онлайн, сайт создать свой, видеоканал, видеоблог, блог, вот, и заявлять о себе, поэтому, вот это здорово, что есть такая свобода, вот, так что, самореализуйтесь, и вы всегда найдете единомышленников, помните об этом, поклонников, найдете всегда тех, кто вас поймет, спасибо за внимание, и всего самого доброго.